Продолжаем чтение Отечника, святителя Игнатия Бринчанинова. Изречение святого Антония Великого. 120 пункт. Если желаешь благоугодить Богу, почти Христа, Он освободит и защитит тебя. 121. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори. Исполни его, не разгласив о нем предварительно. 122. Не люби похотений, любящего похотения свои. И, когда он просит чего у Бога, Бог не слушает. 123. Во всем наблюдая смирение, в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении, стоянии, хождении, лежании, в келе и принадлежностях ее. 124. Во всем жительстве твоем высвой себе обычай нищеты. Ни тщеслався, ни в речах твоих, ни в словословии и песнопениях, приносимых Богу, когда случится тебе быть с ближним твоим. Слова твои да не будут растворены хитростью, коварством и обманом. 124. Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно в этом падении твое. 125. Предваряй действия твои воспоминаниям исшествия твоего из тела и не забывай памятствование о вечном осуждении. Поступая так, не согрешишь вовеки. 126. Пустынь – неудобное место для размышления о смерти, убежище от причин, возбуждающих плотские вожделения. 127. Употребляй простейшую пищу. 128. Ощутив гнев, тотчас отверни его далеко от себя, чтобы радость твоя о Господе прибыла не нарушенную до конца. 129. Умоляю как юношей, так и старцев, чтобы они не дозволяли гневу обладать собою. 129. Мужество – ничто иное, как пребывание в истине, при твердом противоборстве невидимым врагам. Если будешь постоянно противоборствовать им, то они отойдут, исчезнут окончательно и никогда не возвратятся. 130. 130. Будь мудр, молчанием загради устах клевещущих на тебя. Не оскорбись, если кто будет говорить худо о тебе. Это действие нечистейших духов, старающихся устраивать препятствия человеку в получении духовного разума. 131. Удали от себя ненависть, охраняй себя от вожделений твоих, равно как и от скверных помышлений. 132. Апостол Иоанн, соделавшись обителю Святого Духа, совмещает в следующем премудрешем изречении человеческие вожделения в три подразделения. Все ежи в мире похоть плотская и похоть Ачес и гордость житейская. Похоть плотская в насыщении чрева и во множестве разнообразных язв, чему по необходимости последует осквернение сладострастием. Похоть отчез, когда по причине зрения увлекаемся к совершению дел мира сего, или напечатляются сердцем нечистые образы. Гордость житейская – это тщеславие, которым наветуется наш дух и влечется гибнущим и суетным попечением. 133. Радуйся в искушениях, которые будут допущены тебе. При посредстве их приобретается духовный плод. 134. Не наслаждайся наслаждением мира, иначе умрёшь несчастной смертью. 135. Не пристанно бодрствуй над собою, чтоб не быть обольщённым и сведённым в заплуждение, чтоб тебе не впасть в леность и нерадение, чтоб не быть отверженным в будущем веке, горе ленивым. 136. Приблизится конец их, и некому помочь им. Нет им надежды спасения. 136. Ежедневно умирай, чтоб жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки. 137. Не забывай трудов, понесённых тобою ради добродетели. Не впади в леность, чтоб не оказаться в последний час твой нерадивым и заблудшим с пути правого. 138. Но возлюби Господа до конца, чтоб наследовать милосердие. 138. Каждую ночь омывай ложи твои слезами. Обливай слезами рогозину, на которой спишь. 139. Смиряй себя перед Господом Иисусом Христом, чтоб Он простил тебе грехи твои, обновил тебя, даровал тебе силу к совершению добродетелей и, наконец, предоставил в наследство тебе бесконечное Царство Своё. 139. Если брат придёт к тебе и откроет тебе свои помышления, то остерегись. 149. Не перескажи о них кому-либо, но помолись за брата и за себя, чтоб вы оба освободились от влияния греховного. 140. Предстой всегда в присутствии Бога в истине и правде. 141. Если отлучишься куда-либо из монастыря твоего, старайся скорее возвратиться в него, чтоб продолжительное отсутствие не ослабило твоего молитвенного настроения. 142. Жительствующие в пустыне успокоиваются о трояких борений, а именно о тех, которые посреди мира стужают сердцу при посредстве ссор и тяж, при посредстве слуха и при посредстве зрения. 143. Инок, желающий спастись, да не входит в свой мирской дом, 154. Да не живет в том городе, в котором согрешил. 154. Да не дозволяет он себе свиданий с родителями и прочими ближайшими родственниками, потому что от этого зарождается повреждение в душе и утрачивается плод жизни. 155. Продолжение следует...